Открыть свой бизнес мало, важно удержать его на рынке. В районном культурном комплексе прошел форум, темой которого стала поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Подмосковья. Вместе с предпринимателями муниципалитета, представители районной власти, а также Министерство инвестиций и инноваций Московской области говорили о значимости малого и среднего бизнеса в сегменте экономики Щелковского района. Ведь это и рабочие места, и занятость населения, и насыщение рынка товарами и услугами, а также увеличение доходной части бюджета всех уровней. Благодаря совместной активной работе Щелковский муниципальный район вошел в число лидеров и занял 10 место по результатам лейтинга 70 муниципальных образований Московской области по наличию условий для ведения предпринимательской деятельности, который проводился по включению нашего губернатора Андрея Ильича Городьева в 2015 году. Надзорные каникулы, госсубсидии по лидингу и кредиту, об этих и других методах государственной поддержки и стимулирования предпринимательства рассказала заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области. Надежда Корисалова отметила, что в этом году из бюджета страны было выделено более 1 миллиарда рублей на субсидии для поддержки малого бизнеса, а всю информацию о подаче заявок предприниматели смогут найти на сайте «Малый бизнес Подмосковья». На нем есть все. На нем есть раздел «Конкурсы», на нем есть раздел «Восподдержка», на нем есть раздел «Бизнесу». Все, что ясно, неясно, что можете задать вопрос, прочитать, посмотреть. А там действительно в разделе информации абсолютно все презентации, все выступления, все радиоэфиры, все телепередачи, все это размещено. Поэтому большая просьба сделать этот сад, ставить стартовый и начиная свой бизнес утром, просматривать все новости. Также заместитель министра отметила, что субсидии можно получить и на местах. Существует муниципальная программа поддержки этих секторов бизнеса. Например, в прошлом году в Щелковском районе на эти цели было выделено 3 миллиона рублей. В рамках этой программы недавно закончился конкурс на оказание субсидий, на частичное возмещение затрат по покупке оборудования, по модернизации, а также по возмещению частичного вноса по договору лизинга. На прошлой неделе состоялась конкурсная комиссия, которая подвела итоги. Председатом этой комиссии четыре предприятия получили свою поддержку. В рамках форума участники могли не только послушать об актуальных новостях бизнеса, но и задать интересующие вопросы. Основная задача таких встреч – донести до предпринимателей, что успех дела зависит от их активности, а также наладить диалог между бизнесом и властью. На таких мероприятиях беспрекрас. Мы пытаемся ответить на основные вопросы, на основные проблемы, которые есть у малого бизнеса. Как получить поддержку, а кому она оказывается, а какие документы необходимы, чтобы получить субсидии по мерам государственной поддержки. Мы поддерживаем всех, кто готов развиваться, кто готов покупать новое оборудование, брать кредиты на развитие, создавать новые рабочие места.